У Лени, например, уже команда собранная, понимаешь? Вот сейчас такой сложный момент, когда мы каждый уже ищем определенные какие-то голоса просто, понимаешь? Просто так не совпало. Знаешь, это какой-то момент стечения обстоятельств, какая-то неудача, которая никак не зависит от тебя. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hell's Cream Academy. Знаете, я уже начинаю задумываться о том, что я зря туда полез, и я зря начал смотреть такое количество разных-разных выступлений. Да, я периодически следил, смотрел, у меня есть несколько любимых исполнителей, ребят, которые там выиграли золотую кнопку в X-Factor в английском и американском, и я неоднократно вам их, может быть, даже и показывал. Там разные забугорные голоса, какие-то наши голоса. Но вот когда я смотрю видео вот такого плана, мне просто психологически становится очень не по себе. Прям вот реально становится очень тяжело. Вот эти вот слова про то, что уже команда набрана, и про то, что мы ищем какой-нибудь другой специфический голос, больше похоже на то, что мы играем в конструктора, а не проводим конкурс исполнителей и исполнительского мастерства. Ведь шоу не просто так называется «Голос». Оно имеет прямое отношение не к тому, какую песню человек поет. Хотя с помощью вот именно этого, как мы уже с вами это дело выяснили, влияют на массовость аудитории, выбирая определенные песни, которые прям специально на слуху, чтобы взрывать зал, даже если сам исполнитель не так уж хорош в своем мастерстве. За него все вытягивает песня. Но мы-то с вами понимаем, что если шоу называется «Голос», то разговор здесь идет непосредственно о мастерстве вокалиста и исполнителя. То есть то, насколько хорошо человек просто чувствует и понимает свой голос, а не то, какую он песню спел и каким он это голосом делает. Потому что адекватный человек, я думаю, должен понимать, что в принципе тембр одного человека не может нравиться всем. Тут я могу вам привести очень интересный пример, потому что, допустим, группы и исполнители, которых я слушаю, делятся у меня на несколько категорий. То есть одна категория – это когда мне нравится атмосфера группы, нравится музыка, и даже вокал устраивает с точки зрения именно вот этой вот музыкальности и восприятия. Но вот так петь, как этот человек делает, я бы вам не советовал. Потому что это может навредить здоровью вашего голосового аппарата или просто привести к потере голоса, что, кстати, с такими вокалистами довольно-таки часто происходит. Еще одна категория – это группы и исполнители, которых я слушаю, но мне не нравится, например, их голос или тембр. С таким, я думаю, вы, естественно, сталкивались, потому что вы по-любому слышали людей тембр, которых вам просто не нравится. Тут не нравится и все, это вкусовщина. Но при этом я прекрасно понимаю, например, профессионализм человека и понимаю, насколько хорошо он пользуется своим голосом. Это, знаете, как вот, например, с тем же самым Дэвином Таузендом. Я восхищаюсь его вокальными данными, но его музыку я не слушаю, потому что, ну, как-то, знаете, там, 2-3 песни, и постоянно я его слушать не могу. Но при этом, как вокалиста, я его очень сильно уважаю. Ну и, соответственно, еще одна категория, когда в одной точке сходится сразу все и техничность, и то, что вам нравится тембрально голос человека, и музыка, которая его окружает. Вот как-то так я для себя это дело классифицирую, и мне не то чтобы так проще живется. Я могу вам просто четко сказать – технично поет, нравится тембр голоса, нравится музыка, нравится атмосфера. То есть, знаете, таких 4 расплывчатых пункта, которые, в принципе, можно как-то сформулировать. Но когда я слышу такого рода слова, когда, типа, нам нужно набрать определенные какие-то голоса, такое ощущение, что они какой-то конструктор Лего, им не хватает деталей, играют, они какой-то конкурс исполнителей проводят. В чем смысл? Но сегодня мы с вами будем смотреть и анализировать выступление Майи Егоровой, которое, как и большинство выступлений такого уровня и такого рода, просто пробивает меня на фонтан слез, пока я его смотрю. По сути, кнопку можно было нажать уже после первого фрагмента, который я вам покажу, что, кстати, почти сделал Билан, а потом почему-то руку очень резко отдернул, как будто, я не знаю, какое-то указание как будто было. Смотря множество разных выступлений, где сидит в кресле Билан, я очень часто видел у него такие реакции, что он сразу слышит голос, и он понимает, что это вот оно. То самое чувство, когда ты понимаешь, что вот человек, которого ты должен выбрать и поддержать. В первом же фрагменте вы услышите очень ровный тембр, который абсолютно не меняется, пока она поет. То есть нет вот этих вот резких изменений между гласными звуками. И знаете, услышав первую фразу, у меня сразу же начались флэшбэки. Я вам сейчас их встрою просто специально в этот фрагмент, чтобы вы поняли, о чем я говорю, какие ощущения я поймал в этот момент. Я уже намекнул вам на то, что у Майи голос очень хорошо держится в позиции. И если вы прислушаетесь сейчас к звукам А, который она пропевает в следующем фрагменте, вы как раз услышите ту самую округлость и глубину звука. То есть она не звучит как А, она звучит как А. В принципе, если вы попробуете закрыть рот и приоткрыть немножко губы, и произнесете звук А, то есть вот таким вот образом, Скорее всего, у вас получится что-то больше похожее на звук М, то есть А. Это очень часто происходит, когда человек голос раскрывает именно за счет того, как растопыривает свою пасть, а не то, каким образом звук и все сформировано вот здесь вот, где оно, собственно, и должно формироваться. Я уже много раз вам говорил про то, что петь тихо и аккуратно, но при этом довольно плотно, очень сложно. И в следующем фрагменте вы услышите, каким образом она начинает с головного голоса, потом переходит в грудной, и потом поднимается в легкий такой, знаете, бархатный-бархатный миксовый звук. Вы знаете, бывают такие люди, которые винят в своих проблемах и неудачах всех, кроме самих себя. Так вот, пару часов назад на канале Крылов Мьюзик, которым занимается один человек, и он там все мутит сам, вышел очень угарный клип на эту тему. Мне его, когда прислали посмотреть, я просто реально сидел и угарал, потому что это очень смешно, и реально просто клип состоит вот из этих вот ходячих мемов. Ссылочку на канал и на паблик ВКонтакте я оставлю вам в описании, и вот вам фрагментик этого клипа. Во всех моих бедах виноват Путин, То, что нет бабок, виноват Обама, То, что в моей песне по радио не крутят, Виноват баба, виноват мама. А вот в следующем фрагменте вы услышите такую четкую и объемную позицию. Это сразу же слышно, когда она начинает петь с атакой, и вы почувствуете в голосе такое, знаете, ядро. Просто прислушайтесь к этому внимательно. Ну и в конце этого фрагмента стоит прислушаться вот к этому короткому мелизму, где она берет головной звук и аккуратненько спускается из головного звука в микстовый. В одном из своих видео я рассказывал вам про модуляцию гласных. Это то, когда вы поднимаетесь наверх, и, допустим, в мужском диапазоне, если взять, например, ноты до, соль, до первой октавы, то модуляция будет какая? Первая нота у вас будет звучать как звук А, вторая нота у вас будет звучать как смесь звука А и О. То есть, знаете, в английском языке есть такая вот штука, которая называется лягушка. Она пишется как склеенная буква А и О. Такой звук А. То есть вроде как О, а вроде как А. Ну и, соответственно, на до второй октавы у вас уже будет звук О, то есть он будет более округлый. Дальше эта модуляция продолжается, и где-то в районе соль второй октавы в мужском диапазоне это заканчивается звуком У. То есть, если это попробовать отследить в моем голосе, то это будет звучать каким образом? А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А нужно обратить внимание на то, каким образом она удерживает вот этот вот огромный объем сзади, когда воспроизводят гласные звуки. То есть, допустим, «знаю» слово звучит как «знаю», не как «знаю», а как «знаю». Слово «есть» звучит как «есть», а не «есть». Точно так же, как слово «вернусь» звучит не как «вернусь», а как «вернусь». Вот таким вот образом вокалисты и, в принципе, все поющие люди обманывают вас, когда поют высокие ноты. Это просто облегчает сам процесс, и вы не так сильно напрягаетесь. И, в принципе, если вам не обратить на это внимание, вы просто этого не заметите. Сорян, что отвлекаю от просмотра, но я знаю, что вы любите ребусы, поэтому вот вам очень интересный ребус. Попробуйте угадать имя и вообще, кто этот человек, которого я вам сейчас включу, потому что совсем скоро мы вместе с ним проведем совместный стрим на канале Hell's Cream Academy. Поехали! Свои догадки об имени этого человека пишите в комментариях. Погнали смотреть видос дальше. Ну и еще я вам забыл сказать про то, что на протяжении всего выступления, в тех местах, где оно должно быть, там всегда есть очень четкая и ровная вибрато, что говорит нам о том, что голос находится в очень хорошей позиции, и она очень хорошо его чувствует. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, чтобы получать оповещения о выходящих видосах и проходящих стримах. Присылайте мне в комментарии свои любимые выступления с проекта «Голос», «Х-фактор» и во всех вот этих вот таких голосовых проектов. Я обязательно их постараюсь все отсмотреть, потому что местами вы скидываете очень интересные записи, как вот, например, то, что мы смотрели сегодня с вами. И в пятницу ждите анализ акустической версии песни «Watch over you» Майлза Кеннеди, где он играет под акустику, там очень много интересных маленьких фишечек, о которых я хотел бы вам рассказать. Ну и, соответственно, давайте до пятницы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!